холодно друзья сегодня наконец-то наступила зима вот наконец-то пришло то время когда пчелы окончательно перестали летать и у меня появилась возможность мои слабые отводки объединить буквально вчера был на экскурсии в бюненхаус и прикупил у них один шестерамочек уж больно они мне понравились вот и по ходу экскурсии у меня возникла кое-какая идея которую я хотел бы предложить сейчас вам так как сейчас на улице очень холодно поэтому я буду снимать и объяснять без присутствия пчел пчел я буду пересаживать укладывать не показывать уже когда положу поставлю их на место даже вот видите губа не шевелится как холодно вот что я хотел что я хотел придумать вернее что я придумал вид что на каждой пасеке есть сильные семьи есть отводки вот в частности я хочу использовать силу семьи размещенной в нижнем корпусе шестерамочника который будет размещен на шести рамках без заставных оборудовал я летками о которых я уже сто раз говорил единственное что ребята хочу сказать что плотность ппу намного вернее они намного плотнее чем пенополистирол если эти гвоздики пенополистирол входят просто от руки можно там где-то отверточки поджинать здесь вам нужно будет если будете это делать вам необходимо надо будет молоток честно говорю сразу вот значит закрываю я готовлю литочек что-то у меня тут заел а вот все закрыл теперь у нас есть вот такая вентиляция да я хочу использовать тепло клуба более сильной семьи для обогрева отводка в которые через вентиляцию вентиляция будет полностью открыта вот тепло будет от клуба выходить верхний корпус верхний корпус я значит использую таким образом делаю заставную сплошную тонкую которая у меня упрется до самого дна вот сейчас покажу все так вот посмотреть одну часть да вы видите вот здесь будет находиться три рамочки одного отводка и три рамочки другого отводка из нижнего корпуса через закрытую вентиляцию по май по моим ну как бы планом должно поступать дополнительное тепло этим отводкам верхнем корпусе у нас совсем нету литков продыха никакого то я оставлю вторую вентиляцию я использовал от второго пена улика если вернее пена улика у лебен хаус шестерамочника вот и мне придется для своего отводка с которого я снял временно мне придется докупить и поставить туда потому что без такой вентиляции я зимовать не хочу несмотря на то что я сверху все равно под нее ложу или холстик или тонкое солдатское одеяло но по краям обрезанное вот значит что я сейчас сделаю выбрал я вот эту семейку сейчас мы обойдем ее покажем вот под номером 41 клуб сжался до нельзя он сидит на пяти с половиной рамках в более теплом и в меньшем пространстве конечно он немножко станет разрыхлиться и станет более широким поэтому более объемным и соответственно они будут выделять больше тепла меда в этой семье достаточно вот я приступаю к работе уберу сейчас этот улей на его место поставлю шестерамочник и буду при небольшом плюсики дают какая-то пчелка пролетела буду пытаться выполнять свою работу ну друзья нижний корпус я заселил 41 улей освободил конечно часть пчелки часть пчелки наверное застынет но вот леток открыл им может быть соберутся так я чуть-чуть приподниму вентиляцию покажу потому что видите верхние уже сидят там уже идет достаточное тепло я вот подставляю руку я чувствую какое тепло идет из этого гнезда сейчас на время приоткрою на секунду буквально вот такой отводок у меня будет греть будет греть значит два отводка сверху ну вот значит у нас сейчас наша задача перенести сюда два отводка поставить вентиляцию успокоить пчелок и чтоб они зимовали в принципе работы я закончил вот здесь у меня получается сверху один отводок вернее два отводка сидят видите сплошная заставная там уже укрытый отделен второй отводок но так я подтыкаю между рамочкой и корпусом делаю так чтобы пчела не могла выйти для того чтобы она могла объединиться с другим отводком вот два отводка они разъединены а здесь чуть-чуть вылазит надо все эти дырочки просмотреть и заткнуть ну в принципе работу я свою закончил сверху я сделал два таких вот ли . просверлил в корпусе надо будет надо будет заглушками оборудовать верхнюю вентиляцию я оставил пока открытой эти холстики эта тряпка она у меня очень пористая должна пропускать тепло ну вот ну что еще сказать будем смотреть будем наблюдать единственное что я перенес его значит снял с этой высокой подставки потому что получается ну вот уже пчелки начинают смотреть выходить из ли . осматриваться но завтра ночью будет тоже минусовая температура завтра будет небольшой плюс я думаю они уже здесь на месте облетятся посмотрим как они переживут впервые применяю такой метод вот ну посмотрим что из этого получится сейчас наведу небольшой порядок но поеду за сыном садик ой садик в школу забирать ребята да вот уже и попрощался с вами собрался ехать домой вот но тут вспомнил я некоторые комментарии прошлому видео ребят я хочу сказать что ну там комментарии были такие ну чё заработал сколько заработал на там одному написал миллион заработал вот вы знаете у меня на пасеке да я сейчас вам покажу еще раз вот посмотрите у меня на пасеке вот раз-два тут все стоят пять семь девять там десятый вот это вот одиннадцатый двенадцатый тринадцатый у меня больше двадцать наверно около тридцати деревянных ульев которые мне сделал александр и я рекламирую его и советую даю телефон и люди едут и заказывают у него хорошие качественные ульи вот деревянные понимаете этот парень живет в моем городе он делает улья он зарабатывает почему я не могу его показать вот улья биненхаус человек тоже живет в моем городе и вы знаете он работает в белую по белому во первых он живет в моем городе во вторых во вторых он платит налоги в моем городе и в третьих он дает работу ребятам из моего города почему я не должен помочь ему показать то что он делает а ну скажите почему почему мы всегда какие-то завистливые кто-то на чем-то заработал где-то какую-то копейку но зарабатывайте вы как можете что ж вы вот пишите комментарии но это реклама это не реклама я сказал все что делается в моем городе я буду показывать рассказывать об этом и не судите меня за это строго воспринимайте это кто как хочет вот ну и заключение своего ролика я скажу что все таки пчеловодство а да минутку а вот у меня улья пена улья да и я вам скажу я их взял из-за того что мне делал много отводков мне нужны были недорогие дешевые улья я взял их и вы знаете у меня кормушки от пена улья так вот и говорят о качестве да я мыл кормушки и взял керхер замочил их и дал напор я посмотрел полетела как белый снег я понять не мог что это такое да а потом до меня дошло резко убрал струю разрушается понимаете вот эти шарики они полетели я полынок у меня не половина кормушки у меня целый бочина выбралась этой кормушки улетела вот такое качество понимаете пена улик его руками сжимаешь он сжимается для того чтобы выводить отводки я считаю да пойдет но для того чтобы кочевать с ними я бы не риснул потому что когда работаешь стамеской особенно на крайней рамке так и боишься что стенка оторвется а у того до бюрнхауза но я сегодня рассказывал за молотком гвоздь надо забивать для того чтобы прикрепить прикрепить значит заградитель на литок вот ребят все таки пчеловодство это творчество да вот сегодня я сделал такой ход возможно кто-то это делал кто-то это уже показывал я применил впервые буду следить отслеживать я хочу использовать силу семьи для обогрева чтобы не уходил не уходил в атмосферу это тепло а согревала другие два отводочка отводки не скажу что слабые были да но на трех рамках это железные были отводки когда вот я перебрал их пересмотрел опускал вот ну дай бог что им будет полегче на днях я перенесу оставшиеся отводки в хотенку который у меня стоит там поставлю в темное место ну и на этом наверно зима наступила будем просто зимовать а сейчас солнышко пригрела мы прямо до права лафа я смотрю даже кое-где пчелка так глаз вы высовывает посмотреть не полетать ли им вот но потом почуешь что такой холодный ветер хотя ветер думает дует с юго-запада с харькова ребята серёга в жилка чуть там надуваешь холодину ну давай прекращать вот ну все ребят теперь все всем пока и до новых встреч